Взаимодействие прокуратуры Волгоградской области со всеми правоохранительными органами и властными структурами должно быть усилено. Такой вывод был сделан сегодня на расширенном заседании коллеги ведомства, на котором подводились итоги работы в 2010 году. Рассказывает Мария Иванченко. В защиту интересов граждан и государства областная прокуратура в 2010 году предъявила свыше 20 тысяч исков на общую сумму около 200 миллионов рублей. В центре внимания сотрудников ведомства, надзор за соблюдением законодательства по обеспечению прав ветеранов и инвалидов, предоставление жилья детям-сиротам, выплаты задолженности по зарплате. Остается проблема подошвения задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, составившие на конец года 85 с лишним миллионов рублей. Таких банкротов у нас на сегодняшний день шесть. Два в Дзержинском районе, по одному в Городищенском, Крецком, Николаевском районах и в городе Камышине. Как было отмечено на коллегии, в этих муниципалитетах прокурорам необходимо усилить работу по взысканию задолженности. Еще одно приоритетное направление деятельности надзорного ведомства – борьба с коррупцией. Только за последние месяцы было выявлено несколько резонансных фактов взяточничества. К примеру, задержание чиновника регионального управления Росимущества, вымогавшего 20 миллионов рублей. Хорошие показатели прокуратуры региона в деле борьбы с коррупцией были отмечены руководством ведомства по Южному федеральному округу. При этом особый акцент был сделан на усилении взаимодействия прокуроров с другими правоохранительными органами и властями. Без взаимодействия, без взаимопонимания, со всеми ветвями власти невозможно прийти к общему результату. Естественно, конечно, надо нарабатывать новые какие-то формы взаимодействия для улучшения работы правоохранительных органов, потому что этот блок, он наиболее проблемный, и тут вопросов больше, чем отбавляю, поэтому их надо решать. Взаимодействие между прокуратурой и органами государственной власти, безусловно, повысилось. Этому свидетельствуют и те принятые решения в рамках выявления нарушений, которые были допущены при пожарах. Если вы помните, беда пришла в Волгородскую область 2-3 сентября. Конечно же, это и в рамках антикоррупционных принятых решений. Но вместе с тем у нас есть над чем работать, и те показатели, которые существуют в цифровом, в количественном, необходимо, чтобы они переросли в качественное состояние. В числе приоритетов, которые ставит перед собой прокуратура области на год нынешний, решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также профилактика правонарушений в молодежной среде и выявление преступлений экстремистского характера. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.